Сегодня у нас семейный цикл, его последствия и самая главная практика, как быть с детьми на том или ином этапе жизненного цикла. Слова вроде бы сложные, но это как раз про нашу жизнь, про то, как, по-моему, у Наутилус Помпилиус есть песня «Под колесами любви». Вот это про карму, которая передается с поколения в поколение, знаете, как огромный механизм, который обладает большой инерцией. Так вот, семейный цикл – это то же самое. Механизм, который передается с поколения в поколение, мы в нем все участвуем так или иначе, просто находимся на разном повороте этого колеса. Вот про это мы сегодня будем говорить. И про то, какие есть нормативные вращения, про то, какие есть особенности в нашей стране. И, конечно же, про то, как... Добрый вечер, да, я всем машу, кому могу, посылаю эти ладошки. Да, мы говорим про семейный цикл, про то, что это некий инерционный механизм, что есть нормативные представления о том, как это должно быть. И, конечно, есть какие-то всегда неурядицы на этом пути. Вот. Ну, насколько возможно, мы сегодня это разберем. Напомню, что по плану вначале говорю я. Примерно минут 30, наверное, кратко даю основной обзор, а потом уже отвечаю на вопросы. Поэтому, если есть у вас вопросы, если есть... Ну, то, что, конечно, касается нашей темы, вы, пожалуйста, записывайте или запоминайте. Потому что, когда мы перейдем к вопросам, у вас будет время, вы зададите. Если я смогу, я отвечу. Вот. Итак, привет всем, еще раз привет всем, кто добирается до нашего прямого эфира. А мы пойдем теперь уже прямо по плану. Итак, семейный цикл, его последствия и как это влияет на детей. Напомню, что с вами Сергей Гудков, психотерапевт и семейный консультант. Так, кстати, хорошо ли меня слышно? Если меня хорошо слышно, отправьте кто-нибудь, пожалуйста, плюсик в чат или какой-нибудь значок, чтобы я знал, что вы меня хорошо слышите, что больше не надо двигать. Что больше не надо двигать аппаратуру. Хорошо ли меня слышно? Ага, все, спасибо. 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 Итак, про семейный цикл. Что такое семейный цикл? Это некая бесконечная последовательность того, как люди рождаются, взрослеют, потом стареют, потом умирают. И как все это соотносится с развитием семьи. Потому что мы так или иначе появляемся в семье в любой форме. Мы дальше в ней развиваемся, потом создаем собственные семьи. И вот то, в каком месте этого движения мы находимся, это и есть семейный цикл. Можно сказать, что он бесконечно длится уже, если верить ученым, может быть, сотни тысяч лет. Мы все находимся в той или иной стадии семейного цикла. Но давайте мы его разберем для начала. Чтобы было понятно, что это такое. Там все фазы, конечно, условны, но есть некоторый водораздел между ними. Есть фазы, которые очень важны, прямо критично важны. Да, всем привет, кто присоединился. Но мы уже идем дальше. И есть как раз те моменты, в которых, как по принципу Парета, можно делать немного, но получать очень много эффекта. Вот про это мы сегодня поговорим. Особенно это касается детей. Вообще нормативный семейный цикл начинается с того, что условно есть взрослые, молодые люди. Есть парни, есть девушки, которые покидают родительскую семью в возрасте примерно 18-21 года, 22, ведут самостоятельную жизнь. Это типовой цикл, который описан в западной литературе. И мы знаем, что на Западе есть несколько другие условия для жизни. Там, по взрослевшим подросткам, проще покидать родительское крыло и начинать самостоятельную жизнь. Больше возможностей. Дети уходят в самостоятельную жизнь, работают, учатся, приобретают свой опыт. Что здесь важно? Вот это один из важнейших моментов. Дело в том, что мы все продукты своих семей. Мы вышли из своей семьи и с раннего детства, с младенчества, мы бессознательно, сознательно усваиваем нормы, правила. То, как общаются наши родители, бабушки, дедушки, дедушки, тетушки. То, как мы взаимодействуем друг с другом. То, о чем можно говорить, то, что нельзя говорить. Какие эмоции разрешены, какие нет. И мы воспринимаем это как набор правил, что вот так и есть. Это буквально истина о мире. И, может быть, до подросткового возраста весь этот набор правил почти никак не подвергается сомнению. И даже когда есть подростковый возраст, когда дети уже находятся одной ногой на этапе отделения, все равно они находятся под родительским влиянием в норме. И сложно спорить семейные правила. А вот когда взрослые люди, молодые люди покидают родительское гнездо, первое, очень важный опыт, который они получают. Они общаются с другими, со своими сверстниками, сверстницами, пытаются строить первое отношение, второе, третье, ну, у кого как получается, общаются со своими, в своих кругах. И они видят то, что есть люди, которые продукты совершенно других семей, которые вышли, вынесли с собой совершенно другой набор правил убеждений, ценностей. И вот этот момент, пока люди еще не создали свою семью, это важный момент, когда не то, что можно совсем перекроить те правила, которые мы считаем истинными, вот только потому, что мы вышли из этой семьи. Но хотя бы в чем-то усомниться, хотя бы немножко раздвинуть горизонты мышления, чтобы посмотреть на жизнь шире. Совсем недавно сын вернулся из армии, ну, мы с ним немножко разговаривали на эту тему. Я говорю ему, что самое полезное для тебя было в этом, в твоем, ну, сейчас уже годовом приключении. И что интересно, что он мне рассказывает. Он говорит, что в их роте больше ста человек, он говорит, это сто человек с разной историей, с разной судьбой, с совершенно разными целями, представлениями о жизни. И вот я поговорил с каждым из них, я вот, ну, с кем-то более глубоко, с кем-то менее глубоко. И это, говорит, прямо целый мир в каждом человеке, совершенно другой мир, отличный от того, к которому я привык. Да, вот это очень важный момент. То есть, молодые люди должны отделяться, должны уходить из родительской семьи. И прежде всего должны уходить территориально, потому что пока они находятся под одной крышей, про отделение говорить сложно. Вот это важный момент. А теперь, пожалуйста, напишите мне в чат, если у кого-то есть сейчас с вами достаточно взрослые дети, которые живут вместе с вами. Есть ли такие? Ну, скажем, они заканчивают учебу в школе, а может быть уже учатся в вузе и живут вместе с вами. Есть у кого-то дети такого возраста? Привет всем, кто к нам присоединился, но мы уже идем вперед. Да. У кого есть дети такого возраста, что вот-вот они должны отделиться или уже должны были отделиться, с кем-то вместе живут еще? Есть, нет? Ну что ж, кажется, ни у кого нет. Ага, да, спасибо. Сыну 21 год. Да, вот моему сыну тоже 21 год. Вот я уже говорил, что он только вернулся с армии, и пока он вместе со мной. Вот это наша родственница, 50 лет. живет с родителями. Вот, вот, спасибо, да. И мы видим, что... Да, спасибо, конечно. Часто бывает, что дети учатся. Но давайте посмотрим. Если, скажем, сыну дочери около 20 лет, это одна ситуация, когда по 30 лет, это уже другая ситуация. Вы согласны со мной? Это означает, что человек не получает опыта, того опыт самостоятельной жизни, который он, в принципе, должен был бы получить. Ну, он или она, я буду, наверное, говорить он, но мы будем иметь в виду, что это касается всех. И парней, и девушек. То есть, человек пропускает определенный этап в своем развитии, потому что невозможно жить под одной крышей с родителями и избежать их влияния. Я не знаю, как это можно сделать, вот если мы живем под одной крышей с детьми, и волей или неволей, ну, наверное, родители всего мира так устроены, что когда мы смотрим на детей, мы видим с одной стороны вот того реального человека, ну, это моя надежда, что мы хотя бы краем глаза видим вот этого реального человека, который перед нами, в этом возрасте, там, этой высотой. Но очень часто мы смотрим и вместо этого видим того ребенка, который был 10 лет назад, а может быть, он был там 15 лет тому назад, а может быть, мы видим... Знаете, самый интересный случай на эту тему я вам расскажу. Как-то я беседал со своей знакомой, ну, лет, наверное, 15 назад, я уже была под 50-х, и она говорит, Сергей Владимирович, вы знаете, вот я все понимаю, ну, что мне делать, когда я приближаю к родителям, у меня уже свои дети есть, уже они в школу уходят, они говорят, смотрят на меня, как на трехлетнюю девочку, ну, максимум, как на пятилетнюю. Что с этим делать? То есть, понимаете, да, то есть, наличие каких-то формальных достижений, возраст, рост и так далее, и так далее, для многих родителей не означает ничего. То есть, они на автомате видят в нас, может быть, мы тоже видим возрослых людях, у тех маленьких детей, и поэтому первый принцип, первое правило, которое здесь очень важно, это физическое разделение. Как говорил Виктор Викторович Макаров, президент нашей профессиональной психотерапевтической лиги, нет ни одного случая, когда молодая семья проживает вместе со взрослыми родителями, и это не портит их отношения. Я бы сказал, что нет ни одного случая, когда вообще поживание вместе с детьми не портит отношения. Но это как раз наша российская реальность. Очень часто нет возможности или, может быть, нет достаточной ментальной гибкости, что ли, чтобы пустить ребенка из семьи. И тогда дети находятся здесь, в одном пространстве, они не получают опыта самостоятельной жизни, они не несут ответственности за какие-то свои поступки, они не сталкиваются с жизненными трудностями. И что происходит дальше? Что происходит дальше? Помните, да? Вот родственник 30 лет живет с родителями. Одно дело, когда ребенок отделяется там 17, 20, ну там 23 года. Другое дело, когда человек дожил до 30, бывает до 35, бывает до 40, до 45 лет, живет вместе с родителями. И что происходит? Есть такое понятие, где тренировка? То есть те социальные навыки, которые должны были бы развиться, они развиты не в том объеме. Раз. Ответственность, которая должна была бы быть у человека развита к этому времени, не в том объеме. опыт что-то решать не в том объеме, потому что всегда есть соблазн, есть искушение. Ну вот есть родители, это по неволе происходит так. Поэтому идеальный вариант это когда мы отпускаем детей, даже территориально. Это очень важный момент. Знаете, как иногда не хочется это делать, кажется, ну как же там, он, она, вот эти бедные детки, как же я свою кровиночку. Мы все через это проходим. И чем дольше мы затягиваем вот это пребывание их вместе с нами, тем худшую услугу мы им оказываем. Да? И, кстати, мы можем детей на это соблазнять в психологическом смысле, потому что, ну, мы все равно готовим, да, заодно приготовим еду и на тебя, какие проблемы. Мы все равно стираем, заодно постираем и твои вещи, ну, заодно там, сделаем уборку. И ребенку, конечно, это удобно. То есть, получается, взрослый живет на таких вот непонятных условиях, он немножко разбалован, и детреневан. Вот такая вот важная стадия семейного цикла. Взрослый ребенок, который должен надеяться. И, кстати, в семейной терапии есть одна из идей, достаточно мощных. Она заключается в том, что как только нарушается нормальный ход вот этого семейного цикла, возникают всякие проблемы. И, чаще всего, именно в это время дебютирует психотические расстройства, ну, вроде же эзофрении, там, 18-20 лет. Это как раз тот способ, возможно, который цементируют родители, потому что, если бы ребенок нормально оделся, возможно, между ними, что-то бы произошло. Какие-то психосоматические заболевания, когда ребенок вынужден вроде бы оставаться вот под родительским крылом, и тогда родители на время забывают свои проблемы и остаются рядом. Это, как мы понимаем, такой неблагоприятный способ. что происходит дальше? Что происходит дальше? Как это должно происходить в норме? И вот молодой человек, девушка, ведут самостоятельную жизнь какое-то время. что потом? Они знакомятся, влюбляются, встречаются, и в какой-то момент они находят себе пару, образуя ее. Пара может заключить форвальный брак, так как это должно, они могут просто жить вместе, но в какой-то момент возникает пара. Это следующая стадия семейного цикла. Вот это, до этого, пожалуй, был небольшой период, когда люди жили одному, потом они объединяются, да, это стадия уже диады, и подразумевается, что молодая семья, вот эта новая ячейка общества должна что? договориться о куче вещей на старте совместной жизни, решить о том, какие проблемы никогда не будут решены, но с ними можно будет жить, потому что частично не все проблемы можно решить. Договориться о том, как решать какие-то конфликты, договориться о обоих целях, планах, договориться о степени свободы каждого из этой пары договориться о том, насколько границы вот этой маленькой пока еще семьи будут инициаемы, то есть, насколько дети могут влиять, насколько могут влиять друзья, например, карьера, муж и жены, и так далее, и так далее. То есть, очень много вопросов, которые приходится решать. Какие сложности есть в нашей стране? В нашей стране есть опять та же самая сложность. Очень часто выросший, взрослый, который останется вместе с родителями, приводит избранника, избранницу вот сюда, под эту же крышу, в это же жилье. Новая семья вроде бы оказывается вот под этой же крышей и получается, что у родителей появился еще один ребенок. Вот у нас, как в России, не случайно же родители, мужа и жены принято звать как? Не по имени, не отчеству, а как? Кто знает, кто помнит? Ну, ну, кто помнит? Кто помнит, как принято у нас в России, когда молодые поженились, называть родителей супругой или супруги по-хорошему? Конечно, конечно, да, то есть получается, появляются вроде бы новые родители человека, так, у них появляется новый ребенок и очень часто здесь, в нашей действительности, возникает какая ситуация? Возникает ролевой конфликт. Например, например, один супруг, да, мама и папа, конечно, спасибо, спасибо, да, вот, вот, вот это наша традиция, в чем возникает ролевой конфликт, в том, что между очередностью ролей и их значимостью у одного супруга и другого может быть не совпадение. Например, выходит замуж, и она считает, что на первом месте я должна быть женой, да, только потом дочерью, но, в принципе, так и правильно. то есть, вначале это своя семья, потом уже родительская семья. Ну, вот она приходит в семью мужа, да, а муж там на положении кого? На положении сына. И он до сих пор на первом месте он сын, да, только потом муж. Вот вам конфликт. Вот эти все истории про свекровь и невестку, и тещу, и зятя, это как раз из-за того, что у молодых вот эти вот важности ролевых позиций не совпадают. И бывает, что эти конфликты заканчиваются чем? Тем, что молодая семья не выдерживает этих условий, она рушится все равно, так или иначе. Ну, возникают дети, конечно же, чаще всего они остаются с кем-то из родителей. Семейный цикл идет дальше, но его нормальное такое функционирование приема. Какой важный вывод мы можем сделать вот на этом этапе? О чем важно помнить? О чем нужно помнить? Ну, во-первых, то, о чем я говорил раньше. Идеальный вариант это когда молодые живут отдельно от родителей, когда у них есть собственные правила, когда они договорились вместе друг с другом о том, что они будут делать, если родители попытаются как-то вмешаться, приняться их в семье. и универсальный ответ здесь такой, что новая семья становится на ступеньку номер один, что теперь мы с тобой, наши отношения важнее, чем мои отношения с моими родителями, твои отношения с твоими родителями, что родители теперь после, да, наша семья на первом месте, наши отношения это фактор номер один, точка. Все, других вариантов нет, потому что все остальное ведет к тому, что, например, ну, предыдущий пример, про который я говорил, когда муж, в первую очередь, сын только потом муж своей жене, получается, что он психологически женат на ком? На маме, да, а не на жене. И бывают вот такие вот, как бы это сказать, весьма запутанные ситуации, когда есть куча мешанин, куча функциональных смещений и обязательно возникает какая-то симптоматика. Вот. Это первое, то есть идеально, когда новая семья живет отдельно от родителей, у них есть правила. И второе, очень важно, чтобы было и психологическое отделение от родителей, потому что бывает так, что молодые живут отдельно, но кто-то из них все равно психологически очень сильно привязан к родительской семье, чаще всего к какому-то одному из родителей. И тогда вот это вот перетягивание каната, когда, допустим, мужчина больше привязывает, чем к жене, она его тянет. Но кто побеждает? Или наоборот, да, или наоборот, такое тоже бывает. Но чаще всего здесь мамы тянут детей к себе, потому что там есть какие-то свои проблемы. Мы сейчас не об этом. Вот. Поэтому здесь очень важно устраивать границы и прежде всего физические. Да. Вот. Если это понятно, если это понятно, мы идем дальше. Да. Итак, всем, кто в последнее время присоединился, большой привет, но мы уже разбираем семейный цикл. Мы уже добрались до того, как образуется новая семья. Вот была пара. Что потом рождается первый ребенок? Это буквально коренной перелом в семейной системе и во всех семьях, которые с этим связаны. Потому что это, во-первых, уже новая ситуация, триада. Теперь маленький ребенок на какое-то время занимает очень много внимания, очень много места, он требует много. Да. Почему? Потому что маленькому ребенку нужно выживать. Нужно выживать, он критически зависит от мамы, прежде всего. И он очень громко себе дает знать. Это важно. Во-вторых, у всех поменялись семейные рожи. Появились дяди, тети, бабушки, дедушки, появились новые обязанности. Старые правила могут не работать по поводу той же самой семье, в которой появился ребенок, по поводу свободного времени, по поводу того, сколько приходится внимания. И постоянно приходится передоговариваться, передоговариваться, передоговариваться. Опять же, не исходя из российских реалий, какая бывает здесь проблема. Бывает проблема, что молодая женщина вынуждена работать, или она уходит на работу почему-то, и за ребенком начинает присматривать бабушка. И часто доходит до того, что бабушка становится функциональной мамой. А мама, которая родила ребенка, которая работает, она становится вроде бы главной в этой семье. То есть, возникает спутанная иерархия. Это источник для кучи конфликтов. Когда женщина приходит и говорит «Мама, ну что ты опять не так смотришь?» И как я устала, бабушка начинает нервничать и говорит «Ну тогда ты сама, да ты же знаешь, я не могу, ну тогда вот когда с одной стороны мы знаем, что есть мама, которая выносила, родила, с другой стороны по функциям бабушка может быть мамой, там на все 95% Это тоже конфликт это смешивание функций смешивания ролей. Какой здесь идеальный вариант? Какой здесь идеальный вариант? Как вы думаете? Сейчас я слышу. Бывают вообще здесь идеальные варианты или нет? Есть какие-то идеи? Вот родился маленький ребенок. Он требует внимания от мамы. что лучше всего в это время? Как быть? Как поспать? Можем ли мы передать эту функцию бабушке? Да. Да. Разъезд. Да. Разъезд. Есть такая версия. Еще одна версия какая? первая. Ладно. Вопрос действительно сложный и не всегда его можно вот прямо так решить. Но если мы смотрим на это с точки зрения биологии, то прежде всего ребенок и мама, родная биологическая мама, это особенно до года единая биосистема. Мы как-то с коллегой, с Павлом Пестеревым записывали подкаст на эту тему. Я коротко помню, что до года ребенку крайне важно получить мамину любовь. Мамину любовь не то, что мама говорит, а то, что она делает, то, что она прижимает ребенка к себе, то, что она держит его на ручках, то, что ребенка тылует, подкидывает, шлепает, играет с ним. Через множество телесных прикосновений ребенок еще на дословесном уровне впитывает, что со мной все в порядке, меня любят, я желанное или желанное. Это, знаете, тот набор прочности, который должен быть желательно, чтобы он был создан в первый год, и, может быть, это будет всего последующего периода развития. Может быть, если в этот год ребенок получит хотя бы достаточно все остальное, все остальное, там, жуткие переживания, там, лишние какие-то катастрофы, войны и так далее, все остальное на этом ресурсе перенесет более легко, чем если его оторвут. Давайте вспомним историю наших родителей, родом Советского Союза. Помните это явление? Жуткое явление, если сад, когда маленького ребенка грудничка забирают, помещают, изо дня в день, изо дня в день, и ребенок лишен вот этого телесного контакта. Это какая психотравма была создана целому поколению, даже не одному, да? Представляете, с каким вот этим восприятием себя, своей идентичностью выросли люди, вообще наши родители. Это очень нехороший вариант. Поэтому идеально подготовиться к рождению ребенка, накопить ресурсы, договориться со всеми. И лучше всего, что хотя бы год. А лучше, идеальный вариант, это три, три первого года, чтобы мама была с ребенком. Чтобы мама была с ребенком, чтобы она все выдержала, потому что есть еще новое явление, материнское слезоощрение. Вот здесь важна помощь родственников, друзей, окружающих, прежде всего, супруга, родители, если они могут помочь, таких же, мам, старше, может быть, кого угодно, социальных структур. Вот так, чтобы мама сглодать. Потому что здесь вот то, что мама дает, скорее, больше никто дать не может. Понятно, что бывают всякие случаи, что там что-то случилось, но если есть возможность, это давать должна мама. То есть вот здесь она напитывает ребенка любовью, и ребенок должен получить опыт вот этой безопасной привязанности. Он знает, что на телевизорном уровне чуть что я у мамы на ручках, со мной все в порядке. А дальше ребенок начинает ползать, начинает ходить. Здесь еще один важный, важный период развития жизни. ребенок должен научиться отходить на какое-то состояние от мамы. С каждым разом все дальше и дальше, но он знает, что я могу побежать обратно. И в какой-то момент, обычно это в возрасте где-то около трех лет, когда ребенок более-менее хорошо говорит. Помните, что происходит? Вот это ужасное, впервые это слово прозвучит примерно в этом возрасте, потом оно во всей яркости проявит себя в подростковом возрасте. Какое-то слово, кто знает, кто помнит. Вот обычно это такой трехлетний кризис. Кто помнит? Что ребенок там говорит? Это всем не нравится, но ребенок на этом настаивает, пытается очень громко это кричать. Одно слово два ужасные слова кто помнит. Волшебное слово из трубок. Ну, ну, ну. Это тоже важное слово, да, здесь важно не забить ребенка, но еще одно слово, мне кажется, еще более важное. даю подказку, это слово связано с границами. Критично, ключевое слово. с границами личности, с границами я как системы. Отлично, один правильный ответ есть, да, конечно же, я сам или я сама, вот это ужасно, когда, да, сам, сам, конечно, сам, да, мое тоже, да, что ребенок все гребет под себя, все, что может. конечно же, это слово нет, когда ребенок учится отказывать, что-то отталкивать от себя, то есть, удалять за свои границы, то есть, есть я, да, есть вот какое-то пространство физическое и психическое, есть не я, нет, вот это я не буду, нет, это я не хочу, и я сам, то есть, вот это попытка какое-то пространство освоить. Я понимаю, как это иногда бывает мучительно, когда надо уже мучиться в садик, там, ребенок все вот ковыряется, пытается эту пуговичку продеть, у него плохо получается, он равно ее туда вот и стоит, ну вот, знаете, этот возраст, когда ребенок получает, опять же, может быть, еще дословесное, ну или не совсем словесное разрешение на то, что можно действовать самостоятельно в этом мире, что ты можешь что-то сделать, ты можешь что-то сделать, так ему утвердиться. если мы все время ребенка оберегаем от этого, мы не даем ему, ей сделать своими руками что-то, мы все время спешим, давай быстрей, ребенок получает очень плохое послание, он получает какое послание здесь, что со мной что-то не так, я ничего не могу, мне ничего не дают, я не могу сам или сама, и с этим посланием потом уходит жизнь, ну потом, в лучшем случае, попадает на психотерапию. то есть вот где-то в возрасте двух лет вот это сам и нет, это ужасное испытание, которое родители должны пережить, надо понимать, что это нормативный период, что дети так должны делать, они должны получить этот опыт, самостоятельного, пусть криво-коскоряво, как у нас, но что-то научиться делать самим и понимать, что да, я могу что-то сделать, что я действую на этот мир и у меня что-то получается у самого, у самой, это очень важный момент. Вот. Конечно, родителям здесь нужно знать, тонны терпения высотой средств, может быть, даже выше, размером даны или больше, очень много, но, поверьте, если мы сейчас подадимся нетерпению, нетерпению, будем все делать за ребенка, мы потом получим проблем гораздо больше и на более серьезные проблемы. Вот. Такие дела. Но обычно цикл длится дальше и появляется второй ребенок. Хотя сейчас есть много семей, где только один ребенок, но есть семьи, где два ребенка, три и так далее. Как только появляется второй ребенок, возникает еще одна проблема. Она универсальна для всех. Какая? Какая же проблема, кто знает, кто знает? Она касается... Вот она возникает тогда, когда появляется второй, ну или следующий день. У кого с этим уже есть знакомство, произошло? Что делают дети? Какое переживание они проявляют? Ну, кто знает, кто помнит? В студии есть правильный ответ. Да. Отлично. Отлично. Конечно, это ревность. Жуткая ревность. Выяснение, кого больше любят. Старшим детям обычно кажется, что они чем-то обдены, что с них требуют больше, что маленького ребенка любят больше, им достается меньше и так далее, и так далее, и так далее. Что здесь можно сделать? Один из приемов, буквально технический прием, который я иногда рекомендовал и он хорошо сомневался, это свечки. Обыкновенные свечки. Когда мы видим, что старший ребенок начинает пылять ревность, мы можем выбрать время, место, позвать ребенка и приготовить несколько свечек. Начинаем две. Говорит, одна свечка, и мы говорим, допустим, ну, видишь, вот это, мама или папа. Поджигаем вторую свечку. Вот видите, между мамой и папой возникло чувство, вот образовалась вначале маленькая семья из двух человек. Поджигаем третью свечку. Вот от того, что мы и папа любили друг друга, появился ты или появился ты. Вот, спасибо за сердечки. Вот видишь? Потом мы поджигаем четвертую свечку. Говорим, где же? Мама и папа продолжают другу испытывать чувство. Появился еще один ребенок. И смотри, людей стало больше, да, но вот эти огоньки, это как любовь. Любви стало тоже больше. Как ни странно, до детей это обычно доходит. Вот такой хороший способ объяснить метафорически, что любви хватает на всех. Просто она меняется, она становится другой. Что еще важно здесь помнить, что еще важно здесь помнить. Для детей бывает трудно и очень тяжко, когда старших детей оставляют присматривать за младшими. И особенно трудно, когда им дают ответственность, но без прав. Если вы просите старшего ребенка присматривать за младшим, то здесь должно быть очень важное правило, что ты присматриваешь за младшим, за младшим, младшим даются инструкции, что слушаешь старшего брата или сестру, как нас. И если он скажет, ну, старший брат скажет, что ты не слушаешься или не слушался, то будет наказание. Потому что очень часто сваливают ответственность и говорят, вот сиди, и младший ребенок творит что угодно. Старший ребенок, конечно же, пугается. Это непомерная нагрузка, не знает, что делать. А младший ребенок говорит, а ты должен меня даже пальцем трогать, а то я маме с папой пожалуюсь, тебя накажут. Вот это трудная ситуация. То есть, если мы даем ответственность, мы одновременно с ней должны отдавать и права. Вот. Это очень важный момент. По крайней мере, так мы можем хотя бы немножко сгодить эту ситуацию. Что идет дальше в семейном цикле? Дальше в семейном цикле первый ребенок идет в школу. То есть, школа это что-то уже творчество. То есть, если до этого ребенок был в пределах семьи, власть влиянием родителей, бабушек, дедушек, то теперь он оказывается во взрослой среде. Во-первых, есть чужие люди рядом. Во-вторых, очень важный момент школы. он до сих пор есть, хотя в меньшей степени мы сейчас школу как-то очень любим, не очень ценим, но тем не менее, школа дает очень мощный сигнал детям, что тебя будут оценивать. Оценивать за то, что ты делаешь то, что тебе и нравится, и за то, что ты можешь делать то, что тебе очень не нравится, то, что ты, может, не хочешь делать, но ты должен проявлять волю. Ребенок здесь проявляет, подвергается оценке со стороны других людей. Оценка может быть справедливой, может быть несправедливой, но это сталкивает ребенка в наш, в социальный мир, когда ты что-то делаешь, ты что-то за это получаешь. То есть, это такое приобщение к миру взрослых. В первом классе оценок сейчас не ставят, это переходная ступенька, но все равно, оценивают верстники так или иначе. Ты интересный, ты не очень, с тобой не играют, у тебя просят бутерброд, а тебе дают. То есть, всякие-всякие разные оценки, все равно ребенок с этим сталкивается. А потом и учителя по разным критериям, по разным параметрам, не всегда справедливо. И для родителей, когда первый ребенок идет в школу, это мощный сигнал, это подготовка к тому, что очень скоро ребенок станет подростком и будет отделяться от родительской семьи. Готовьтесь, готовьтесь, это прям такой красный флажок на старт, внимание. Семейный цикл идет дальше. Что обычно в этот период происходит? В этот период происходит то, что дети выросли, стали подростками. Еще немного, и они станут взрослыми, которые идеи должны делиться от семьи и уйти в самостоятельную жизнь, об этом мы уже говорили. Ну вот, это, пожалуй, один из самых трудных возрастов для родителей, когда ребенок растет, тело меняется, гормональная буря, когда мозг еще не совсем зрел, ребенок не может с собой иногда справиться, эмоции скачут. Важно эмоционально делиться от родительской семьи, найти те примеры, которые находятся в делах полного родства, исследовать за ними, найти свою слайу, причем так, чтобы эта стая была, ну уж не всем коммунальной. Сложностей много. И здесь возникает вот это второе нет, критично важное. То есть ребенок, ну уже подросток, должен научиться говорить нет, должен научиться отставить свое мнение. И, конечно же, он тренируется на родителях. Здесь нужно терпение, мудрость, чтобы кое в чем позволить противостоять, чтобы ребенок, ну знаете, натренировался, приобрел наук, что я могу говорить нет, я могу отставить свое мнение, я могу с чем-то не соглашаться. Но в критичных вещах, конечно же, мы не должны уступать детям. То, что касается безопасности, то, что касается здоровья, здесь родители вправе, до тех пор, пока ребенка содержат, настаивать на своих правилах. Вот это очень важно. И важно не переборщить с подавлением детей, потому что, если мы ребенка передаем, что мы получим? Это ребенок получит очень плохой опыт, что нельзя говорить нет, нельзя говорить нет старшим, взрослым. Это означает, что как только ребенок попадет в этот взрослый мир, попытается начать самостоятельную жизнь, кто-то этим воспользуется. То есть, как говорил один из моих преподавателей психиатрии, Семин Игорь Ремович, он говорит, что родители для подростка это как боксерская груша, на которой подросток отрабатывает навыки социального взаимодействия, и он должен хорошо натренироваться. Подростковый возраст. И одновременно с этим родители родителей вступают в пору старости, и что происходит? У них становится меньше сил. Здесь опять семейная система может поменяться, и те, кто были главными там, могут в какой-то степени становиться подчиненными, потому что иногда их здоровье уже настолько велико, что они требуют ухода. Они уже выступают в роли дополнительных детей, и нужно распределить ресурсы, чтобы успеть смотреть за ними. Это раз. Во-вторых, в нашей культуре не принято, что, скажем так, пожилые, старые люди могут жить отдельно. Считается, что если родители старые, они должны жить вместе, родители с семьей, вместе с кем-то из своих детей. Вот тот стакан воды, помните, кто там стакан воды должен подавать? Иногда бывают люди, которые, вот у меня есть клиенты, которые приходят на прием и выясняют, что их семейная функция, когда их ожали, прямо мама сказала, что ты будешь рядом с нами и нам на старости стакан воды будешь побать. Мы, конечно, с этим работаем, но тем не менее. Особенность нашей культуры такая, что мы чаще всего считаем, что родители стариков или если они пойдут в престарелых, это позор-позор, поэтому они должны жить всегда с нами, особенно, когда же не могут сами быть, сами себя обслуживать. И это большой вопрос, на который, по крайней мере, у меня сейчас нет готового ответа. Как быть? Но мы должны понимать, что там возникнут новые сложности. И, кстати, если мы все-таки считаем, что наши родители должны жить с нами, у нас есть как раз в это время подростки, мы их можем привлекать для того, чтобы они ухаживали за ними, хотя бы частично. Да, это еще один важный социальный опыт, который они могут потом дальше приносить на, скажем, опыт ухода за своими детьми. Ну, вот так. Подростки вырастают, опять молодые и взрослые уходят в свою судьбу по-хорошему. И вот так же жизненный цикл идет без конца и края. Без конца и края. Теперь, если у нас позволяет время, а время у нас еще чуть-чуть позволяет, особенности, вот, я подчеркну особенности наших российских семей, да, в отличие от Запада, там, где больше распространены одиночные семьи, у нас часто три поколения живут вместе, там, где все вот это путаница, где всякие игры, где дети пытаются с бабушками и дедушками образовать коалицию против родителей, родители соревнуются с бабушками и дедушками, кто из них лучше может воспитывать, и вот функциональное смешение приводит как всяким разным проблемам. Это раз. Второе. Материальная и моральная зависимость. Ну, про это мы уже говорили, потому что, когда дети вместе с родителями, они от них часто зависят. Спутанные семейные роли, я про это говорил, и постоянно не могут договориться, потому что история нашей страны такова, что у нас очень долго, вот, история Советского Союза, это когда у людей не было почти ничего своего. Невозможно было найти какой-то уголок острова безопасности. И только вот власть над кем-то давала хотя бы вот этот кусочек свободы или вот это переживание, которое помогало уложить тревогу, что я могу кем-то управлять, что я хоть что-то на кого-то могу воздействовать в этой жизни. Прежде всего в семье. И вот эта вот борьба за власть, она как бы подспудно проникывает историю многих-многих наших семей. и часто на психотерапию обращаются так, когда нужно прекратить эту войну, вот эти попытки и просто договориться о чем-то. Вот. Это особенности наших российских семей. Теперь давайте мы поговорим и я отвечу на вопросы. Если есть вопросы, пишите, я отвечу на вопросы. пока вы вспоминаете о чем хотели меня спросить, я еще раз напомню, что детей полезно отпускать, чтобы они получили свой опыт в самостоятельной жизни. Это раз. Второе. Кризис нет в 2-3 года и подростковый возраст. Это очень важный навык. Дети должны учиться говорить нет. и там, нет и сам в 3 года, чтобы почувствовать свою значимость, что они что-то могут делать, влиять на мир. Вот эти первые такие переживания, что я что-то могу сам. И в подростковом возрасте, что нет, я как взрослый могу что-то согласиться, на что-то нет, могу что-то обсуждать, чтобы с этим навыком идти во взрослую жизнь. Это, пошелы, критичные вещи. Ну и когда есть несколько детей, хотя бы 2, старший и младший, и когда вы просите старшего приглядеть за младшим или даете такое задание, то ответственность вместе с властью. Вот эти 2 вещи должны идти вместе, вот так, рука об руку, нога об руку. Итак, какие вопросы сейчас? Вопросы по семейному воспитанию детей, может какие-то конкретные ситуации. родители рядом каждый день, я бы сказал, что это если они рядом, когда вы живете где-то рядом вместе, видитесь вечером, это одна ситуация. Если, допустим, вы еще работаете вместе в одной организации, это другая ситуация. Часто бывает, есть и семейное подчинение, есть и в организации, ну, как-то эти семейные фирмы, родители, руководители, их дети, там, подчиненные, это может быть дальнейной нагрузкой, бывает сложно. Не все могут с этим справиться, да, то есть общение может быть достаточно, мягко говоря. Хорошо? Еще какие вопросы? еще какие вопросы? По детям может быть что-то есть? Если есть вопросы, пишите, потому что у нас осталось уже не так много до конца нового эфира. Если же нет вопросов, то мы заканчивать. самое главное, что я хочу, чтобы вы запомнили из этого эфира, то что семейный цикл продолжается. Есть определенные стадии, закономерности, он хорошо описан в литературе, и достаточно много есть видео на эту тему. да, да, и на каждом этапе семейного цикла есть свои задачи, есть свои трудности, сложности, есть те правила, которых нужно прямо договариваться, нужно договариваться, потому что без этого дальше семейный цикл придется со сложностями. Вопрос. Мой дочери 12 лет, примерно год, как она постоянно что-то желает в себе изменить в плане внешности? Но это даже не вопрос о комментариях, а вопрос какой? Вы пока пишите вопрос, я скажу еще момент как раз по этой ситуации. здесь возникает момент, как подростковому возрасту, 12 лет все-таки, здесь важный момент, она хочет себя изменить, и мы как родители можем на это согласиться или нет, что мы одобрим, что нет, если она захочет сделать новую прическу, мы разрешим или нет, или она может делать новую прическу без спроса, или красить волосы, или может быть пирсинг сделать и так далее. все эти вопросы обычно упираются в более глубокий вопрос, в чье тело, кому оно принадлежит в этой семье. Если мы смотрим на ребенка, мы считаем, что тело ребенка принадлежит вам, и это означает, что ребенок должен даже в 12 лет, даже в 15 лет, даже в 18 лет или 21 год спрашивать у нас разрешение всегда на все эти вещи, это одна ситуация. Если мы считаем, что ребенок вправе экспериментировать со своей внешностью, это другая ситуация. Сложный вопрос, зависит от семейных правил. Но так вопроса нет, я прокомментировал на свое усмотрение, если есть вопросы, пишите. так, не хочу, не буду в 5 лет, мама не главничай, во, во, это попытка спорить родительскую позицию, что я здесь главное, это такое, знаете, нормальное детское желание, дети любят забираться на шею, забираться листал, и обычно, если они туда забираются, их оттуда нужно спускать специально, потому что они не любят оттуда уходить. Я бы сказал так, здесь вопрос, да, не подавлять дочку, можно выбрать какую-то область, где дочка будет сама решать, например, позволить ей выбрать родзанятия, например, хочешь ли ты на танцы условно, или заниматься английским языком, или играть в шахматы, да, здесь ты будешь главный, но во что ты будешь одеваться, кормить буду я, и все равно я за это отвечаю. теперь вопрос про девушку с 12 лет, да, ей не хватает внимания, постоянно хочется изменить, вы знаете, это нормальное желание подростка поэкспериментировать с верстницей, попробовать сделать вот эти хотя бы маленькие шаги, что я могу в себе поменять, и как на эти изменения реагируют прежде всего сверстники, сверстницы, потому что это возраст такой социализации за пределами семейного круга, вот если я волосы покрашу в такой цвет, как они на меня посмотрят, кто-то меня не одобрит, переживу это или нет, это такие, знаете, пробы подростковые, которые, я бы сказал, полезны, может быть, ей не хватает внимания от вас прежде всего, потому что если другими способами не достучаться, это, да, бывает символизм, вот мама с папой, посмотрите на меня, я все время меняю у себя во внешности, вы хотя бы обратите на меня внимание или нет, этот аспект тоже может быть, но, скорее всего, это то, о чем я говорил, я бы сказал, попытка моделировать свое влияние на других, прежде всего, в своей среде, ну и, конечно, здесь дети будут проверять вас на прочность, на спокойствие, буду делать такие достаточно выходящие за ваши рамки представлений вещи внезапно, и вы будете в шоке, думать, боже мой, наш ребенок или нет, ребенок будет тихоньку замечать вашу реакцию, так, как они к этому относятся, они говорили, что мне это можно, а вот я сейчас сказал, можно или нет, вот, да, подростки, они такие, подростки, они такие, ну что ж, еще один вопрос, следующий прямой эфир, следующий прямой эфир, я думаю, через неделю по проекту «Я и мое тело», по образу тела, материал есть, я думаю, что мы сделаем, либо прямой эфир, либо это будет уже очное занятие, зависит от ситуации в нашем городе. Да, надеюсь, что я хотя бы немножко ответил на ваш вопрос. Ну что ж, я понял, что вопросов больше нет, на этом тогда мы будем завершать, спасибо за ваши сердечки, спасибо за то, что вы задавали вопросы, как раз вот такие актуальны, живые, будут вопросы, идеи, пишите, я на связи, в любых соцсетях, на сегодня тогда все. Пока-пока, с вами был Север.